МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Начинаем срочный выпуск подробностей. В студии Алексей Лихман. Доброй вам ночи. 15 февраля наступила этой ночи. Мы ждали как никогда долго. Согласно минским договоренностям, в эти минуты должен прекратиться обстрел на востоке Украины, взаимный всеми сторонами конфликта. Только что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины закончилось экстренное выступление президента Украины Петра Порошенко. Давайте послушаем, что сказал Верховный Главнокомандующий. Хочу миру и я, президент Украины, Верховный Главнокомандующий ЗСУ Петро Порошенко. И в якости первого крока я отдаю сейчас наказ ЗСУ Украины, Национальной Гвардии, подразделам Министерства внутренних справ, подразделам прикордонной службы, подразделам службы безопасности Украины, прекратить огонь. 0.15. Кроме этого, президент Порошенко дал приказ руководителям секторов ВАТО, и они в прямом эфире отчитались о том, что приказ принят и немедленно приведен в исполнение, имеется в виду прекращение огня. Также сегодня Совет Безопасности ООН 15 февраля проведет экстренное заседание для обсуждения нового проекта резолюции по Украине, выдвинутого вечером в пятницу российской стороной. В тексте документа приветствуются достигнутые на переговорах в Минске соглашения по урегулированию украинского кризиса. Резолюция призывает полностью реализовать намеченные меры по достижению мира, включая установление режима прекращения огня. Если Совбез ООН поддержит предложенный России проект документа, это станет его первым принятым решением по Украине, Совет собирался с намерением принять резолюцию около 30 раз, но Российская Федерация блокировала ее принятие, пользуясь правом вета. Хотел бы отметить, что в своем сегодняшнем обращении из Генерального штаба Вооруженных сил Украины президент Порошенко отдельно отметил о том, что Россия, так же, как и все остальные страны, которые являются подписантами минских договоренностей, которые состоялись в прошлый четверг, является гарантом выполнения всех этих договоренностей. Также президент отметил о полной поддержке Украины со стороны стран Европейского Союза и Америки. В частности, привел пример, что около двух часов назад у него состоялся разговор с Бараком Обамой и около часа назад разговоры с канцером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Алландом. Все они высказали полную поддержку Украины и решимость по контролю за соблюдением минских договоренностей и всеми сторонами подписантами. И после полуночи все подразделения МВД и Нацгвардии Украины уже прекратили огонь. Об этом успел заявить глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков. Я хочу процитировать его заявление. Подписал шифротелеграмму всем подразделениям МВД, которые находятся на передовой, прекратить огонь с нуля часов 15 февраля. Все это в соответствии с минскими договоренностями. Конец цитаты. Напомню, что это было сообщение от министра МВД Арсена Авакова. И буквально с минуты на минуту в администрации президента должен начаться срочный брифинг Валентина Наливайченко, это глава службы безопасности Украины, и Павла Климкина, министра иностранных дел. Также будет на брифинге присутствовать и замглавы администрации президента Валерий Чалый. Вот как только начнутся их выступления, я попрошу режиссеров сразу мне об этом сказать, мы обязательно их покажем в прямом эфире. Поздно ночью стало известно, что Сергей Лавров, главный дипломат России, и Джон Керри, госсекретарь США, по телефону обсудили ситуацию на востоке Украины. Еще до полуночи говорили о том, что важно соблюдать режим прекращения огня. Первая реакция и о том, что сейчас, в первые минуты после обещанного перемирия происходит на востоке Украины, давайте мы с вами узнаем у корреспондентов подробности, которые которую неделю продолжают работать на передовой фронта. Сейчас с нами на прямой связи вижу моя коллега Эльвина Сеидбулаева, она находится в Мариуполе, еще днем в пригороде Мариуполя были ожесточенные бои. Эля, здравствуй, ну вот полночь уже наступила, прекратились ли обстрелы? Да, Леша, за час до полночи боевики начали провокацию. Вот примерно час назад террористы открыли огонь в сторону России, об этом сообщил пресс-офицер сектора М. Дмитрий Чалый. Широкина под контролем украинской армии, а вот безыменная временно оккупирована террористами. Именно оттуда открыли огонь из Града в направлении Самсонова и вблизи Новоазовска. Сейчас оба села находятся под контролем незаконных вооружений, вооруженных формирований. И по словам военных, это очередная провокация со стороны террористов, чтобы обвинить в обстрелах украинских военных. Украинские артиллеристы же открывают огонь только в ответ, если это не будет угрожать мирному населению. Также пообщались за час до включения, пообщались и с бойцами полка АЗОВ. Говорят, что уже несколько часов бои в Широкино приутихли. Однако одиночные перестрелки со стороны боевиков продолжаются. И сегодня вот с раннего утра шли бои в Широкино. Противник понес серьезные потери как техники, так и живой силы. Но есть потери и с нашей стороны. Пока это вся информация. Леша. Элечка, ну мне бы хотелось отметить, последний раз мы с тобой общались около 4 часов назад в подробностях. И все же где-нибудь выстрелы и разрывы были слышны на фоне. Сейчас вроде бы относительно вокруг, ну возле тебя тихо. Я правильно слышу? Выстрелы не доносятся. По крайней мере ты их сейчас не слышишь. В самом городе выстрелов не слышно. Но вот по словам бойцов АЗОВа, примерно час-полтора тому назад, все-таки поодиночные выстрелы в сторону Широкино были слышны. Были открыты. Ну что ж, будем надеяться на мир. Эля, спасибо тебе за работу. Это была Эльвина Сеидбулаева, которую неделю моя коллега работает на Мариупольском плацдарме. И вот это были последние новости оттуда от нее. Ну а пока сейчас с нами на прямой связи мой коллега Венеимин Трубачев. Он работает в зоне АТО. Целый день находился в Дебальцевском направлении. Там были очень сильные обстрелы. Веня, доброй ночи. Надеюсь, она добрая. Полночь наступила. Что ты можешь сказать? Обстрелы прекратились или нет? Ну Алексей, действительно сегодня целый день шли серьезные бои в районе Дебальцевского плацдарма. Боевики не прекращали обстреливать позиции украинских сил. И жилые кварталы стреляли непрекращающие по самому городу Дебальцево. И вот дорога, которая ведет из Артемовска в Дебальцево, сегодня еще вечером была заблокирована. Там были частично эта дорога заминирована. Какая сейчас там ситуация именно на дороге? Если вот это кольцо, которым все говорят сейчас сказать довольно сложно, потому что ночное время и как-то проверить и доехать туда не представляется возможным. Но вот буквально перед эфиром в 12 часов мне удалось связаться с бойцами, которые находятся там на передовой. И они сказали, что все-таки поодиночные обстрелы в районе Дебальцево все-таки есть. Боевики стреляют, продолжают стрелять. Но это вот была информация приблизительно 15 минут назад. Также могу сказать, что вот у меня есть данные с Луганской области. Только что удалось связаться с бойцами, которые находятся в районе населенного пункта Счастье. Там тоже боевики продолжали еще 15 минут назад обстреливать позиции украинских войск. Ну вот что касается таких более мирных городов, как Артемовский, Краматорск, в котором на этой неделе тоже прилетали снаряды боевиков. Вот сегодня вечером, вот ночью довольно было тихо. И вот если исходить из практики предыдущих перемирий, которые заключались в течение вот этого полугода, то вот действительно на некоторых участках утихали бои, а на некоторых все-таки продолжались сражения. Как говорится, по инерции еще боевики обстреливали позиции украинских войск. И военные объясняют это тем, что есть достаточно большое количество среди боевиков неподконтрольных группировок, которые не выполняют каких-то там своих приказов и действуют на свое усмотрение. Но вот что касается последней информации, тут обстрелы есть в районе Дебальцево и Счастье. Алексей. Спасибо, Веня, за работу. Это был Вениамин Трубачев. Он работает у нас в зоне АТО. Там же, в зоне АТО, находится и моя коллега Ирина Баглай. Вот она сейчас выходит к нам на связь. Ирочка, что у вас происходит? Что тебе известно? Слышны не выстрелы? Нас интересуют любые подробности. Леш, по последней информации, в районе аэропорта Песок, где дислоцируется сила АТО, установилась тишина. Она держится уже два часа. Там слышно только перестрелки. Это сообщают нам военные, которые держат там оборону. Аэропорт и его территория по-прежнему остаются нулевой зоной. На взлетную полосу не могут зайти ни боевики, ни военные. А вот Донецк в это же время, в 10 часов, ориентировочно был обстрелян из гаубиц. Как сообщают местные жители, под огнем находились Ленинский и Буденновский районы. Большинство жителей ждут тишины в подвалах. Есть раненые, им уже оказали медицинскую помощь. В последние дни террористы беспрерывно обстреливали Авдеевку и села рядом с аэропортом. Артиллерийские дуэли не прекращались, но сейчас уже можно говорить, что в этом секторе тихо. И Луганское направление, в районе Бахмутской трассы, в районе Трехизбинки, также с 10 часов вечера установилась непривычная тишина. Последний обстрел в районе Счастья был в 20.00. И вот буквально онлайн бойцы сообщают, что последние полчаса, это 23.30, в районе аэропорта вроде как возобновились бои. Ситуация меняется буквально каждые полчаса. И вот буквально онлайн, в эфире, я узнала, что в районе аэропорта все-таки тихо. И позволю себе несколько эмоций. Вот перед включением мимо нас прошли прохожие. Это оказались жители Авдеевки. И, наверное, они первыми узнали от нас новости. Вы знаете, выдохнули. Выдохнули с облегчением. Потому что мы все надеемся, что эта тишина, она установится не на один час, не на один день. Эта тишина уже будет постоянной. Леша. Ир, мы все надеемся, что эта тишина хотя бы первый шаг, но к миру. Спасибо за работу. Это была Ирина Баглай из зоны АТО. Я хочу обратиться сейчас еще к моим коллегам и к Эльвине, и к Вениамину, и к Ирине. Вы меня слышите. Если у вас будет оперативная, срочная информация, вы в любой момент можете присоединиться к эфиру и сообщить нам ее. Мы будем ждать. Мы еще не прекращаем нашу работу. Я напомню, буквально с минуты на минуту. В администрации президента должен начаться срочный брифинг. Валентина Наливайченко, глава СБУ. Павла Климкина, министра иностранных дел и замглавы администрации президента. Валерия Чалова. Как только начнутся выступления, мы обязательно их покажем в прямом эфире без купюр. Дождитесь, пожалуйста. Сейчас поговорим с политиками. Вот с нами на прямой телефонной связи народный депутат Сергей Левочкин. Сергей Владимирович, здравствуйте. Спасибо, что согласились присоединиться к эфиру. Мой вопрос такой. Каково мнение парламентской оппозиции к происходящему, к тому, что только что заявил Петр Порошенко? Я, как и миллионы украинцев, надеюсь и верю, что перемирие закончится миром. Оппозиционный блок отстаивал мир ежедневно, с первого дня боевых действий. И мы предложили свой мирный план. Надеюсь, что в ближайшее время миллионы наших сограждан, военных, беженцев, вернутся к себе домой, чтобы строить мирную жизнь. Теперь нам всем нужно научиться миру, научиться жить в мире. Возродить Украину можно только вместе. Запад, Восток, Север и Юг. Впереди очень много работы. Силы нужно направить на возрождение экономики Украины, разрушенного войной Донбасса. Оппозиционный блок готов предложить политику экономического возрождения. И я убежден, что только такая политика объединит людей и вернет надежду. Сергей Владимирович, ну а сил на возрождение хватит у нас? Украина сильная страна. Мы все верим в ее будущее, в ее европейский выбор. Мы верим, что наша нация будет единой и что мы победим все невзгоды, которые будут встречаться на нашем пути. Ну что тут добавишь? Мы все на это надеемся. Спасибо вам еще раз, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. На телефонной связи со студией подробностей был Сергей Левочкин, народный депутат Украины. Франк Вальтерштанмайер, глава Министерства иностранных дел Германии, призвал все стороны придерживаться режима прекращения огня. ФРГ, по его словам, готова предоставить помощь для мониторинга режима прекращения огня. И я хотел бы напомнить, что вчера, в субботу, было такое реактивное разоблачение. Казалось, что Минский договор доказывает причастность Российской Федерации к украинскому конфликту. Документ, подписанный Нормандской четверкой, очень внимательно изучили финские специалисты и обнаружили в пункте об отводе тяжелого вооружения от границ фронта, среди прочего, упоминается реактивная система залпового огня Торнадо-С. Эксперты утверждают, что таковая имеется лишь у России, ни в одной стране более. На вооружение она поступила всего лишь в 2012 году и за рубеж ни разу не продавалась. Текст с упоминанием Торнадо-С одобрили как президент Путин, так и боевики, так называемых ДНР и ЛНР. При этом Кремль продолжает настаивать, мол, Россия к конфликту в Украине не причастна. Еще новости из субботы. В Америке вновь обратили внимание на российских военных и технику на востоке Украины. Что говорит официальный Вашингтон о ситуации в Дебальцево? Об этом знает Дмитрий Яловский, он работает в Вашингтоне. Давайте его послушаем. Госдепартамент Соединенных Штатов внимательно следит за событиями на Донбассе. И, судя по всему, у Америки все-таки есть свои источники информации в зоне конфликта. Официальный представитель Госдепа Джемпсаки накануне вполне однозначно дала понять, сомнений в том, что Дебальцево обстреливает российская армия, нет. Российские военные развернули большое количество артиллерии и ракет систем залпового огня вокруг Дебальцево, откуда ведут обстрел по украинским позициям. Мы уверены, это российские военные, не принадлежащие сепаратистам системы. Также Псаки заявила, в регионе развернуты системы ПВО, тоже российские. К тому же, по данным Госдепа, на неконтролируемом участке границы с Украиной сейчас особенно высокая активность. Там готовятся к поставкам припасов со стороны России на территорию, которую купировали террористы. К предостережениям обратилось и посольство США в Москве. Через свой твиттер дипломаты заявили, те люди, которые называют себя ополченцами Востока Украины, по вооружению превосходят армии некоторых стран-членов НАТО и европейских держав. Ну и еще дипломаты опубликовали спутниковые изображения артиллерийских и, судя по всему, ракетных установок вокруг Дебальцево. Эти снимки сейчас можно увидеть во многих социальных сетях. В Кремле, впрочем, конечно, продолжают все отрицать, мол, нас там нет. О Белом доме, тем временем, предупредили Москву. Любые провокации накануне перемирия, любые попытки захватить какие-то новые территории, это не что иное, как срыв мирного процесса. Так сказал анонимный источник в окружении Обамы. Ну а новые санкции против России никто ведь не запрещал принимать. Говорят, что очередной пакет американских экономических мер влиянием уже давно готов. И Европа, скорее всего, тоже поддержит Америку в данном вопросе. Будет ли повод вводить эти санкции, станет понятно уже сегодня, после полуночи. Дмитрий Уловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. И напомню, что мы все еще ждем второго главного события за эту ночь. Это в администрации президента должен начаться совместный брифинг министра иностранных дел Павла Климкина, главы СБУ Валентина Наливайченко и заместителя главы администрации президента Чалова. С нами на связи из администрации президента моя коллега Ольга Рыцарь. Оля, с минуты на минуту мы ждем выступления первых лиц страны. Есть ли они уже? Начался ли брифинг? Возможно, ты знаешь какие-то подробности. Прошу. Да, доброй ночи, Алексей. На самом деле в администрации президента ожидали пресс-конференцию еще с 12 часов ночи. Но на эту минуту пресс-конференция так и не началась. Ну а в пресс-центре администрации президента на самом деле практически нет представителей СМИ. Есть только телекомпания BBC. И именно сейчас в прямом эфире министр иностранных дел Павел Климкин дает комментарий по поводу мирных договоренностей. Ну а они не будут давать совместный брифинг. После Павла Климкина будет давать конференцию Валентина Наливайченко, глава СБУ. Ну а после этого и заместитель главы администрации президента Валерий Чалы. Ну а сейчас мы ожидаем буквально с минуты на минуту. Павел Климкин должен и нам прокомментировать, как же продвигаются договоренности по мирному соглашению. Алексей? Оля, он обещал подойти к вашей съемочной группе, да? И ты будешь иметь возможность с ним пообщаться. Я правильно тебя понял? Да. Хорошо, Олечка, тогда мы ненадолго прервемся. Мы будем ждать этого события. Обязательно выведем вас с эфир. Зрители попрошу дождаться. Через несколько минут моя коллега Ольга Рыцарь из администрации президента сможет ознакомить нас с мнением министра иностранных дел Павла Климкина о происходящем, о режиме соблюдения огня, о режиме соблюдения перемирия, я прошу прощения, и о планах Украины в случае, если этот режим не будет соблюден. Давайте дождемся, пока еще несколько новостей из прошедшего дня. Очередной заблудившейся истребители НАТО перехватили в субботу над Балтийским морем Ил-38, принадлежащий вооруженным силам России. Накануне в небе и, кстати, тоже над Балтикой перехватили Ил-20. Подобная ситуация произошла и неделю назад. Минобороны Латвии уже подсчитали, за последний год это происходило более двух сотен раз. Из новостей, которые касаются каждого украинца, кабинет министров перекроил бюджет на этот год. Каждый пункт, по словам премьера, согласован с Международным валютным фондом и согласован вполне удачно, так считает Арсений Яцинук. Итак, доходную часть хотят увеличить на 22 миллиарда гривен. Эти деньги планируют получить прежде всего от налога на добавленную стоимость. Инфляция, как прогнозируют теперь в кабинете министров, будет вдвое выше, чем закладывали в декабре. До 26%. По программе МВФ предусмотрена индексация зарплат и повышение тарифов. Но на сколько, чиновники пока не уточняют. А вот курс доллара прогнозируют на уровне 21 гривни. Все эти изменения в бюджете должны, конечно же, еще одобрить народные депутаты. И документ Верховную Раду правительство собирается передать уже в понедельник. Украина, скорее всего, не избежит повышения пенсионного возраста до 65 лет. Об этом сообщает «Зеркало недели». Это одно из ключевых требований МВФ, которые фонд выдвигает, предоставляя Украине финансовую помощь. Но возраст выхода на пенсию украинцам планируют повышать постепенно. В течение 10 лет на полгода ежегодно. Стоит ожидать и роста тарифов на газ и теплоснабжение. МВФ настаивал на этом уже с марта. Киев выторговал еще месяц от срочки. Ну, так что, скорее всего, с апреля мы будем платить другие суммы. Сильнее всего это ударит по тем украинским домовладениям, которые потребляют свыше 2500 кубометров газа в год. И черкасские лесники собрали для бойцов в зону АТО столько подарков, что все едва уместилось на огромный трейлер. Причем большую часть смастерили сами. Что отправили на фронт? Давайте посмотрим. Надеюсь, что, впрочем, это уже не понадобится на Востоке, но все же. Черкасское лесничество. Два с виду ничем не приметных строительных вагончика, но внутри настоящий банный комплекс. Предбанник, душевая кабина, утепленные стены. Все сделано руками местных лесников, как для себя, то есть на совесть. Работа этой лазни очень проста. Зароблена металлическая буржуйка такая, заложена каминем, для того, чтобы теплоотдача была и бойлер. Она топится, и вода греется в котлу. Вода заправляется в таких полевых умовах. Бани полностью автономные. В них даже продумали систему освещения от автомобильного аккумулятора. И все это – подарок лесников 14-му мотопехотному батальону. Для бойцов и веники заготовили и банные шапочки. Перед отправкой проводят военным инструктаж. Сначала там не будет ничего. 20 минут, и там 80 градусов уже можно попариться. Военные слушают, неторопливо осматривают, удивляются. От увиденного в восторге даже замначальника Черкасского военкомата. Как сказал Быков, бою идут одни старики. После боя сердце просит музыки вдвойне. Но это же тоже музыка – отдохнуть. Кроме мобильных бань лесники отправляют в зону АТО и несколько тонн продуктов. Доставить все на фронт поручают волонтерам. Те уже пригнали тягач. После погрузки сразу в путь на Донбасс, чтобы уже завтра утром бойцы могли вдоволь попариться в новеньких комфортных баньках. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности в телеканал Интер Черкасы. Мы прерываем сюжет. Извините, у нас на связи глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климхин, включение которого все мы с вами очень ждали. Павел, здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нашему экстренному эфиру. Надеюсь, вы меня слышите. Первый вопрос прогнозируемый. Как вы можете прокомментировать заявление, приказ президента о прекращении огня? Украина, понятно, сделала первый шаг, необходимый шаг. Чего мы ждем далее? Механизм действия Украины. По-перше, всех витаю. Доброй ночи. Я хочу сказать, что самая это очень простая. Доброй ночи. Особенно звучит сегодня. Оскільки, если эта ночь справедливо будет добрая, у нас есть шанс. Шанс на мир и шанс на победу. Конечно, мы, как всегда, первыми отдали наказ про прекращение огня. Но мы работаем над тем, чтобы это прекращение огня не было сталого характера. Это результат Минских домовленостей. Минских домовленостей, которые далися такой дорогой ценой. То есть, сейчас, план очень простой. Первое, прекращение огня. Другое, это отводение войск. И третье, это, конечно, постоянный контроль с боку ОБСЕ. Оскільки ОБСЕ – это единственный механизм, который может транспарентно и полно сказать. Продолжение следует. После того, мы должны очень четко и последовательно работать над отводением контроля над украинско-российским кордоном. Оскільки это запорука того, что ситуация реально может набути ознак деэскалации. Все, что у нас потрапляет до Украины, потрапляет с боку России. От тяжелой техники до найманцев. И вы это прекрасно знаете. Павел, знаем, конечно. И в связи с этим мой второй вопрос. Если Россия не будет придерживаться минских договоренностей. Президент Порошенко, только что выступая в Генеральном штабе, сказал, что он сегодня только в последний раз говорил и с Бараком Обамой, с Ангелой Меркель, с Франсуа Алландом. Мы по-прежнему можем рассчитывать на беспрецедентную поддержку и Евросоюза, и США. Правда это или нет? Абсолютно. За нами весь цивилизованный свит. И сейчас мы имеем уникальную трансатлантичную единство. Не только Европейский Союз, не только Соединенные Штаты. Вся Великая Симка. Все вы читали очень сильную заявку Великой Симки вчера. Сегодня произошла фантастическая хвиля дипломатической активности. Очень много разговоров ключевых лидеров. И у всех был один ключевый меседж. Это мир в Украине. Постойный тиск на Россию и поддерживающую ней террористов. Поэтому это не просто поддержка, которая остается с нами. Это поддержка, которая нам нужна именно сейчас. И весь свит это очень хорошо понимает. То есть мы можем услышать еще и о новых санкциях против Российской Федерации, как против компаний, так и против частных лиц. Правильно я вас понимаю? Однозначно, до речи, самое два дни тому Рада ЕС четко вы решила, что санкции, стосовно которых приняла решение Рада Министров Закордонных Справ Европейского Союза, есть автоматичными, подтверждаются и будут застосовывать с понеделка. Если другая хвиля, и именно это другая хвиля Минских домовленностей, оскільки Россия и поддерживающие ней террористы не смогли выполнить домовленности от вересня, все же таки не будет имплементовано. Я ожидаю на надзвичайно жаркую реакцию от всего цивилизованного света. И я имею на увазе не только санкции. Это будет действительно последовательная всеохопливающая ответственность. Павел, спасибо вам огромное. Мира нам всем. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Спасибо за ответы. Это был Павел Климкин, глава Министерства иностранных дел Украины, с комментариями о ситуации в Украине, в частности на востоке Украины. Срочная новость. От генпрокуратуры в этот раз правоохранители задержали экс-нардепа Александра Ефремова. Напомню, что он подозревается в злоупотреблении служебным положением. Давайте послушаем генерального прокурора Шокина. Сьогодні працанниками генерального прокурора Украины спільно зі співробітниками Служби безпеки Украины була проведена спецоперація по затриманню колишнього голови фракції партії регионів у Верховній Ради Ефремова Олександра Сергеевича, який підозревается у вчиненні кримінальних правопорушень, у зловживанні службовым становищем за обтяжущих обставин та службовому підробленні. І все-таки о тому, що говорив несколько минут назад в нашому ефірі міністр іностранних дел Павел Климкен о безпецедентній підтріжці Євросоюзу і США. Напомню, Совет Безопасності ООН сьогодні проведет екстренне засідання. На нем буде обсуждаться новий проєкт резолюції по Україні. Його відвинула вечером в пятницу российская сторона. В тексте документа приветствуются достигнутые на переговорах в Минске соглашения по урегулированию украинського кризиса. Також резолюція призывает полностью реализовать намеченные меры по достижению мира, включая установление режима прекращения огня. Якщо Совбез ООН поддержит предложений проєкт документа, це стане його першим прийнятим рішенням по Україні. Совет збирався з намеренням прийняти резолюцію вже близько 30 раз. Але РФ блокувала її прийнятие, пользуясь правом ВЕТА. Напомню, вкратце, главну новість цієї ночі. За кілька минут до полуночі в Генеральному штабі Вооружённих сил України було екстренне вступлення президента України Петра Порошенка. Давайте вспомним, що він сказав. В якості першого кроку я віддаю зараз наказ Збройним силам України, Національній гвардії, підрозділам Міністерства внутрішніх справ, підрозділам прикордонної служби, підрозділам Служби безпеки України припинити вогонь. Ноль годин, 15 лютого. Дякую. Ну що ж, як ми видим, Україна в цю ночь первой зробила шаг к миру. Буде ли он підтриман всіми остальними сторонами конфлікта, посмотрим вже в ближайші часу. Міра нам всім. Будем верити в нашу победу. На цьому екстренний выпуск подробностей закончен. Спасибо, що були з нами. Дякую.